Теплая встреча не просто политиков, друзей. Общение Александра Лукашенко с экс-президентом Молдовы Игорем Дадоном сегодня прошло в неформальной обстановке за городом. Между ними сложились давние, не просто деловые, но добрые и доверительные отношения. Лукашенко и Дадон всегда находили общий язык и всячески способствовали продвижению сотрудничества Белоруссии и Молдовы. Формат разговора, как нельзя кстати, максимально домашняя атмосфера была на этой встрече. До ноября прошлого года Дадон четыре года занимал президентский пост. Сейчас возглавляет партию социалистов. В Молдове не самый простой политический момент. В июле должны пройти досрочные парламентские выборы. Это, конечно, испытание на прочность для государства. В неформальной и непринужденной обстановке политики обсудили ситуацию, которая складывается и вокруг Белоруссии, и в Молдове. Хорошо, что удержали ситуацию. Как я мог не удержать? Вы молодцы. Я же понимал, что и в Молдове это пригодится, опыт этот. Оно готовилось и у нас. Да. Ну я помню, я помню. Сейчас тоже готовятся у нас выборы досрочные. Я думаю, что они попытаются дать удар. Но вы показали пример. Нет. Вы помните, я тогда публично сказал, что Александр Григорьевич правильно... Хоть мы и не большие, но и не карликовые. Ну и народ должен жить как следует, обеспечить эту жизнь. Я вчера сказал, с примером, докладывал мне по итогам квартала. Ну, в конце концов, надо им отвечать. Мы не хотим никакой войны. Экономически они все. Санкции, европейцы санкции. Мы введем санкции. Ну, мы ответим. Ну, сколько можно, склонив голову, уходить? Хотят они через Средиземное море товары возить туда, на восток, в Россию, в Китай, через Испанию? Пусть возят. Я европейцам говорю. Ну, ладно, американцы далеко. Они всегда умели играть на этом фортепьяно. Во все войны. Наживались за счет этих раздраивых драк здесь, в Европе. Но европейцам то чего не имется. Они то реально видят, что происходит. Двойные стандартные. Да, ну, это абсолютно. Мы этой войнухи с ними не хотим, чтобы ты понимал. Но если против нас начинают на ровном месте нас наклонять, я спрашиваю, за что? Вы за что? Какие претензии ко мне? Я президент. Конституцию вы нашу знаете. Она такая же, как у многих. Я защищаю свою страну. Это же моя работа. Санкционная риторика никогда не способствовала диалогу и развитию. Попытки запугать нас ограничениями не останутся без ответа. Несмотря на эти трудности, давление извне и последствия пандемии, экономика не упала. Справляемся. Экономика неплохо сработала. И сельское хозяйство, но промышленности молодцы мужики. Они дали хороший прирост. Поэтому экономика работает. У вас промышленность и так была очень хорошо развита. Мы сейчас для Кишинева тендер победил МАЗ белорусский. Покупаем 100 автобусов. У вас всегда промышленность была намного выше, чем большинство стран. Выкарабкаемся. Знаешь, если он есть, да, Христос воскресе. Поистине воскресе. Да. У нас же праздник все-таки. Я думаю, он видит. Наверное. И если есть, то он все расставит по своим местам. Меня это тоже, особенно в эти святые дни, удивляет. Знаешь, все молятся. В Америке, на Западе. Все верующие. Но зачем же вы нарушаете заповеди Христа? Ну, с этим случаем, что было у вас здесь? С попыткой покушения и так далее. Слушай, это цветочки еще. Эти мерзавцы не понимают ничего. Мы просто их предупреждаем. Ребята, остановитесь. Ничего у них не получится. Ну, а получится, будет еще хуже для их спонсоров. Слушай, они хотят убрать президента, убить президента хотят. И думают, что народ тут аплодировать им будет? Да не будет. Изберут еще жестче человека. А Беларусь они забудут навсегда. Мы им это напоминаем просто. Этим самым. Мы не боимся, что они там что-то там думают. Мы им просто в третий раз даем понять. Ребята, остановитесь. Потому что мы ответим очень-очень жестко. Вот они уже перешли к красную диньбу. Как только они подойдут к вершине, они получат очень сильный отпор. Ну, может, одумаются. Говоря на эти темы, Александр Лукашенко провел небольшую экскурсию для Игоря Дадона. В свое время президента вдохновила природа этих мест. Белорусский лидер поделился, что не часто приглашает зарубежных гостей к себе домой. Мы с Колей жили вот в этом домике, когда ремонтировали вот эти военные оставили. Там у меня ферма целая. Ну, в смысле, лошади, кролики, страусы, там эта часть. И сельскохозяйственная техника. У меня еще раздоровано здесь. 37 гектар земли. Не моих, а этого местного кооператива. Картошку где есть? Да, картошку здесь. Я видел, как это сыграть. Да, да, и в дроздах тоже. Это мой любимый дворец. Игорь Дадон был благодарен за теплый прием, за возможность встретиться и обсудить геополитику, и попытки западных игроков подорвать безопасность. Визит пришелся на пасхальные дни и канун праздника Победы. У политика из Молдовы запланировано участие в памятных мероприятиях по этому поводу. Спасибо белорусскому президенту прозвучало от Игоря Дадона и публично в социальных сетях за развитие транспорта и инфраструктуры Молдовы в частности, и за развитие сотрудничества между странами в целом.